Вас приветствует Самарский дивизион Гражданской радиосвязи. Причем дивизион является как бы инкубатором для подготовки начинающих разгребителей, которые получают потом подырные, потому что дивизион это не только, скажем, организационная структура, скажем, низшего уровня, чем коротковой веке, ультракоротковой веке, но дивизион это структура, которая имеет свои интересы и свои задачи. Я, честно говоря, не помню, был ли у нас устав дивизиона, как таковой отпечатанный устав. Устав СРР есть. В какой степени он соотносится с уставом дивизиона, это еще вопрос. Надо, кстати, подумать об этом, чтобы упорядочить эту работу. Но дело в том, что возможности дивизиона, они несколько шире, потому что люди мобильные, люди молодые, люди, значит, в основном используют именно подвижную связь. Вот. И благодаря вот Валерию Николаевичу, например, директору Телхом Самара, созданы определенные условия для существования дивизиона как отдельной секции. Хотя Валерий Николаевич, он связан союзами для России, и он сюда предложил просто привезти коллективную радиостанцию, когда нас попросили из обкома ДОСАВ. Вот. Ну, мы это, когда он нам предложил эти помещения, мы решили, что, значит, удобно располагаться здесь дивизионно, потому что это вещи абсолютно как бы одинаковые, одно и то же. То есть у нас получилось организационно так. Из ДОСАВ нас в свое время попросили, генерал-полковник, он попросил аренду платить за одну комнату, которую мы там занимаем. Там находится Киевсов-бюро карточки квитанции. Там находится штаб-квартира регионального отделения СРР на Чкалово-90. Каждую среду там собираются люди. Вчера там была очередная тусовка, очередное собрание. Каждый год он идти, утракрестный год он идти. Говорили о соревнованиях, о чемпионатах мира, об итогах, там очных, заочных соревнований. Много было интересного. Обмен карточками был. И там находятся все документы. Там печать и вся документация от Союза Республики России. Здесь находится техническая составляющая. То есть там как бы административная, там компьютеры для сдачи экзаменов, весь справочный материал, огромное количество справочников, старых журналов радио и прочее, технической литературы. А здесь техническая часть. То есть здесь у нас есть железо, которое является музейным, есть работающее железо, есть позывной и антенны, и коллективная радиостанция. У ДОСАФ там пока этого нет. Там еще предстоит открыть коллективную станцию, поставить антенну, потому что там поменялся начальник обкома ДОСАФ, и нам снова там создали условия. Мы считаем, что вот за это время удалось создать две точки в городе, базовых, одна, значит, в старом, в черте старого города, куда приезжают те, кому удобно там, и вторая точка здесь, на Безмянке, куда приезжают те, кто находится здесь, в восточной части города Самара. Чем больше таких точек, тем лучше. В Москве, я полагаю, я знаю, что где-то порядка 15 таких пунктов объединений по интересам, которые все находятся под эгидой СНР. Вот. Ну, а кроме вот этих двух позиций, существует еще, значит, позиция, значит, Павловский государственный университет телекоммуникации и информатики, вот, клубная станция, студенческий клуб большой, мы партнеры работаем вместо, и там, как бы, ну, работают все там мои ученики, и, как бы, и завкафедры, и все, все наши люди, мы выполняем одни и те же задачи. Там студентов привлекают к занятию радиолюбительством. Огромная лаборатория, мастерская, все там есть, для работы есть. Когда будет эта конференция, вот 11-го числа, там будет организована экспурсия туда, на верхний, там, наверное, на 15-й этаж. Можно будет из этой аудитории, из лекционной, где будет конференция, подняться вместе со всеми и посмотреть работу этой коллективной станции. Там, где аппаратура стоит, где управление поворотными антеннами, там все там есть. Да, Юлия, скажите, пожалуйста, поподробнее, что за конференция, как она там правильно называется, во сколько она. Значит, по уставу, поскольку мы общественная организация, Союз Рублитей России, да, по уставу, значит, смена руководства организации происходит раз в 4 года. То есть, избираются общественные руководящие органы, вот совет у нас в частности, да, вот, этот совет в течение 4-х лет организовывает работу в регионе, по истечении 4-х лет происходит отчет и выбор нового состава. Ну, это делается как обычная процедура. Вот, но это раз в 4 года. Вот, после последних выборов у нас прошло только 3 года. Поэтому на этой конференции не будет выбора нового состава, а будут до выбора, потому что у нас несколько человек по разным причинам выбыли. Выбыли из состава совета, выбыли вообще из числа живущих людей, будем так говорить. Вот, и нам необходимо до выбрать в руководящие органы, значит, новых людей. Вот, и немножко, значит, и, как бы, подвести итоги. Что за это время проделано? Местные отделения в лице руководителей, значит, Сетерни, там, Кенель-Черкассы, там, Тольятти, они расскажут о том, что делается в местных отделениях, вот в этих городах. Как работают радиолюбители, как работают комиссии по приеме экзаменов, позывнов, какие у них там успехи в соревнованиях, кто там лучше всех там в это время отличился, какие эксперименты проведены. Людям есть что рассказать. Тольяттинцев много успехов, значит, там по УКВ и КВ, вот. Вот, самарцы тоже будут выступать, вот, ну, как местное отделение, соответственно. Вот таким образом. То есть это отчетно-выборная конференция? Отчетно-выборная. Ну, здесь она не перевыборная, а довыборная. Такого слова нет, поэтому мы называем отчетно-выборная конференция. То есть это отчетно-выборная конференция Союза радиолюбителей России. Регионального отделения. Регионального отделения Союза радиолюбителей России, да. Где она будет проходить? Она будет проходить в 11 числа, он, прошу, 16 числа в 11 часов, Павловский государственный университет телекоммуникации и информатики. Это угол Московского шоссе и Советской армии. Там я точно дома не помню адрес. Ну, здание с антеннами, его видно со всех сторон. Это напротив парка Гагарина, там недалеко, там, это Новый Закон. В этом этаже что-нибудь? В этом этаже? Там будет на втором этаже был приказ ректора. Кстати, надо его распечатать. В котором, значит, вменено в обязанность сотрудникам организовать это дело. Значит, ответственность по материальной части, там, подготовить, там, убрать все, напрячь технику. Подготовить гардероб и прочее. Людям, которые отвечают за технические средства, обеспечить видео, аудио, оборудование, прикипеть, значит, ответственного человека. Людям, которые занимаются студенческим этим радиоклубом, подготовить экскурсию. Руководителям музея, значит, организовать доступ в музей, музей связи там хороший. Ну, в общем, все там организовано очень статно. Мы там проводим на этой базе уже не первый раз конференцию. Поскольку университет профильный, то там, соответственно, отношение к радиолюбителям очень позитивное. Кроме того, что, как бы, само радиолюбительское движение в самом этом университете выглавляет настоящий радиолюбитель. Поэтому там все очень правильно. Вот. Это вот, как бы, место и время. Вот. Значит, в повестке дня конференции, ну, отчет председателя, СРР Пронин Виктор Федорович, он расскажет о том, что проделал за эти три года после последней конференции. Вот. Затем выступит руководитель вот этого направления по СРП. СРП – это очные виды связи спортивной радиоперенгации. СРП – спортивная радиоперенгация. У нас существует несколько клубов. Один из них – клуб «Хантер» по-английски, «Охотник». Да. Они располагаются в 120-й школе здесь, на Безымянке, около ДК, 9-го ГПЗ. Значит, они очень активно, дети, школьники, занимаются, значит, охотой на лис. Значит, у них очень хорошая материальная база. Они делают сами приемники для охоты на лис, делают маяки, у них там лаборатория измерительная, есть конструктора. Вот. А дети, которые там занимаются, и там порядка 50 человек, участвуют во многих очень соревнованиях. А дело в том, что спортивная радиоперенгация – это один из видов технических видов спорта, который котируется на международном уровне. И эти соревнования проводятся чемпионаты Европы, чемпионаты мира, чемпионаты отдельных стран. Вот. И вот наши вот эти вот команды из этого клуба, они ездили, каждый год ездят то в Болгарию, то в Швецию, то есть то в Польшу. И в этом году очередной раз они привезли кучу медалей. И я так понимаю, что по плану, по сценарию ряд медалей будут вручены прямо там на конференции. Вот. А тренеры, там муж и жена, очень хорошие честа, значит, Сергей, значит, и Света, Светлана, и они оба мастера спорта, вот, оба почетные радисты России. Они подготовили большую, очень приятную, значит, выдающихся спортсменов. Причем эти спортсмены, став уже совершенно взрослыми, самостоятельными людьми, приводят туда своих людей, своих детей. И там из поколения в поколение традиционно культивируется вот этот вид. Там вход открыт, там можно сделать, они периодически проводят день открытых дверей. У них будет скоро, значит, под конец года подведение своих итогов. Они приглашают всех. Вот. Для детей очень хороший, значит, вид деятельности. Поскольку бегать приходится, значит, у них хороший спортзал, в школе им дают спортзал. У них хорошая физическая подготовка. И они бегают по лесу с этими, с радиостанцами, с антеннами, как лоси бегают, так же всех иностранцев обходят на раз только. Вот. Значит, но поскольку там развито все очень хорошо, вот, Союз Ролюбителей России оказывает всяческую поддержку. Там гранты различные бывают по различным там темам, направлениям. У нас есть спонсоры, у нас есть несколько радиолюбителей, которые по жизни являются состоявшимися, значит, бизнесменами, хорошими, значит, как бы, предпринимателями. Они спонсируют туда очень немаленькие суммы, потому что все поездки вот на эти чемпионаты, они стоят больших денег. Вот. Для того, чтобы, как бы, этот вид продолжал существовать и развиваться, вот, у нас аккредитована еще Федерация Радиоспорта. Дело в том, что в Министерстве спорта Самарской области нет понятия, скажем, региональное отделение Союза Радио России. Они, вот, спортивная, все, спортивная, как бы, структура, она разделена на Федерации. Федерация биатлона, Федерация, значит, велоспорта, Федерация хоккей, Федерация футбол и Федерация радиоспорта. Когда мы пришли туда и сказали, хотим туда аккредитоваться, чтобы из Министерства спорта получать деньги на очные виды, запланированные, бюджетные, нам сказали, вы должны стать Федерацией. Поэтому мы, не разрушая структуру регионального отделения СРС, аккредитовались как юридическое лицо Федерации радиоспорта Самарской области. Вот. В структуре это получается одно и то же. То есть в наших документах мы союз Российской области, для Минюста мы Федерация радиоспорта Самарской области. Вот. Но, значит, вот эти все международные соревнования, которые у них идут по календарю, чемпионат России, чемпионат там чего-то как-то еще, федерального округа, чемпионаты там зарубежные. Есть календарь соревнований и есть примерно, как бы, финансовая составляющая этих соревнований. Вот. Это все закладывается в бюджет и на это выделяются бюджетные деньги. Вот. Нам удается, значит, часть денег маленькая, очень часть там уходит. Вот телефон маленький. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра.